Добрый день, меня зовут Денис, я являюсь инициативным представителем собственников на квартирного дома по адресу город Саратов, Тархово, дом 27. Мы хотим обратиться к Быстрикину Александру Ивановичу в помощи и в решении нашей проблемы по выбору управляющей компании и того беспредела, которое творится в нашем доме с 1 января 2023 года. В январе 2023 года мы узнали, что наша управляющая компания стала управляющей компанией «Трест». За данную компанию проголосовало более 70% собственных квартир, с чем мы были не согласны, и начали выбирать управляющую компанию, ту, которую мы коллегиально решили, что нам подходит. С января по 14 августа 2023 года управляющая компания «Трест» подала в ГЖИ 7 поддельных протоколов о голосовании за жителей. То есть честным путем избрать управляющую компанию другую мы не смогли и на данный момент не можем, так как вступили поправки в законодательстве и теперь управляющая компания выбирается на год. Летом нами, жильцами, было подано заявление в УП номер 7 города Саратова с целью привлечения к уголовной ответственности людей, тех, кто подделал за наши подписи, подделал бюллетени и сдавал их в ГЖИ. В результате проверки в полиции выяснилось то, что управляющая компанией «Трест» работает всего один сотрудник кавалеристов Владимир Григорьевич, который дал показания, что он не является директором. Он работал разнорабочим, паспорт у него забрали некие третьи лица, и он даже не знает о том, что управляющая компанией «Трест» является управляющей компанией в нашем доме. То, что от нее регулярно поступают иски на взыскание задолженности и ряда иных исков в адрес собственника квартир. Мы обращались в Государственную жилую инспекцию, которая полностью проигнорировала наше заявление. Мы собирали заявление о том, что просим исключить наши голоса из скорома голосования, на что через месяц поступает очередной поддельный протокол управляющей компании «Трест». И то, что мы подписывали, является уже как бы неактуальным. Поэтому со стороны ГЖИ явный интерес в пользу выбора управляющей компании «Трест», потому что она выбиралась в 2023 году в семь раз. Также мы ездили месяц назад к прокурору города Саратова Енишевскому Максиму Сергеевичу на прием, рассказали о наших проблемах, о том, как мы пытаемся бороться, у нас не получается. Но по стечению месяца обратной связи никакой нет и все продолжается в том же движении, в том же темпе, как все и было. На текущий момент ВП номер 7 возбуждено уголовное дело, но больше пока движений не было. То есть мы ждем какого-то решения, ждем каких-то действий. По адресам, указанных в документах учредительных, компания «Трест» не находится. То есть сотрудниками полиции ВП номер 7 были несколько выездов, то есть на местах базирования никого нет. Поскольку я был инициатором и подавал иск в Ленинский суд города Саратова, на меня управляющая компания «Трест» подала иск о демонтаже кондиционера и выплате адвокату компании «Трест» 56 тысяч рублей. Буквально неделю назад судья удовлетворил этот иск, пока еще суммам неизвестно, но тем не менее управляющая компания переходит уже к активным угрозам и затыкания инициативных собственников, кто не согласен и пытается найти справедливость и закон. Из всего дома, где висит несколько сотен кондиционеров, иск был подан только на меня, поэтому очень интересно, как разворачиваются события, ну и какие дальше будут действия принимать сотрудники управляющей компании «Трест» нам неизвестно. Мы, собственники жилья дома номер 43-55 улица Железнодорожная города Саратова, обращаемся к вам, Александр Иванович, для проведения проверки, как нам кажется, коррупционной составляющей между ГЖЕ Саратовской области и управляющей компанией ООО «Трест». С 1 июля 2022 года нашим домом управляет ООО «Трест» на основании протокола от 28 апреля 2022 года, который был оспорен в суде и признан недействительным решением суда от 22 ноября 2022 года. Протокол был подписан даже умершими людьми. Протокол следом идет от 31 марта 2023 года на проведение капитального ремонта крыши и горячего водоснабжения тоже признан судом недействительным решением от 30 октября 2023 года, и в котором также принимали участие, подписывали протокол умершие люди. Но, тем не менее, «Трест» умудрился, у нас был отдельный выделенный счет на капремонт по нашему дому. Они умудрились оттуда снять полторы миллиона рублей. КЖИ же, тем не менее, на нашу жалобу ответ прислали о том, что якобы представлены, не были представлены от нас никаких жалоб никогда, что жалобы были только на новую компанию «Агат», которую мы хотим создать. И почему-то забывает сообщить, что управляет нашим этим «Трестом» фамилия его кавалеристов Владимир Григорьевич, который является бомжом, которого найти нигде невозможно, он нигде не зарегистрирован. И в итоге получается, что все доверенности, которые он выдает, подписывать документы какие-то, они просто недействительные. Поэтому мы просим очень оказать содействие нам в решении вопроса о лишении лицензии ОУК ООО «Трест» и проведении проверки в отношении ГЖИ Саратовской области.